Борис невероятный интерпренер все вокруг горит ты на велосипеде в аду вот и а мне класс сейчас я знаю что делать взять среднестатистического человека какой-то опасной ситуации он сделает так а Борис таких ситуациях простраивает план из такой термин сего военного времени сего мирного времени я выполняю роль кота Леопольда сейчас я должен заматить волосы убежать в стену я бы когда встретил у него еще вот здесь были такие рожки зачем-то он сделал он интроверт и экстраверт интроверт который любит публичные выступления да 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 то есть он сработал как ваш раздражитель да 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 прям бесил до сих пор это дело герои нового выпуска Андрей Фадеев и Борис Герцовский одни из самых успешных разработчиков мобильных игр в 2014 году они создали компанию Некстерс вам она может быть известна по таким играм как битва за трон и хроники хаоса игры Некстерс скачали более 100 миллионов раз а саму компанию инвесторы оценивают в 2 миллиарда долларов интересно что Фадеев и Герцовский привлекли для компании деньги других героев русских норм братьев букманов тех самых которые создали игру продворецкого Остина и профинансировали одноименный клип Земфиры со стороны история становления двух предпринимателей кажется легкой и гладкой но это не так в нашем интервью они рассказывают о провалах и трудностях о тяжелом разрыве с партнерами и об отношении к деньгам а также о том как двум полярно разным людям управлять большим бизнесом и не только не подраться но и извлечь выгоду из своих различий расскажите какие собственно основные продукты сейчас флагманские у Некстерс и сколько они приносят денег самый наш на данный момент кассовый продукт называется хроники хаоса или на английский манер hero wars в общем-то он он в основном нам бы приносит деньги как его веб-версия браузерная так и мобильная плюс социальные он приносит большую значительную часть выручки вот и за 2020 год наша подтвержденная аудиторская это называется bookings 443 миллиона долларов мощно я тут слушала интервью братьев бухманов ваших акционеров тинькову они сказали что у вас чистая прибыль около 100 миллионов долларов больше больше да да и беда за двадцатый год она больше больше 100 миллионов долларов это вот самый пока тот самый показатель который 39 процентов дамы достаточно прибыльная компания ну наверное потому что мы с самого начала старались вместе думать не только об играх но и о том что что делать дальше и как кормить как кормить сотрудников поэтому из самого начала были прибыльными вообще с момента создания некстерс то есть не было инвестиций никаких экстерс инвестиции это это являлось достаточно большим удивлением когда в 2020 году в прошлом я много разговаривал с банкирами для которых мы оказались лакомым кусочком кусочком в какой-то момент где-то в презентации в силиконовой долине проскочил некстерс и и тут значит нагрянули нагрянули очень много всех а чего хотели то проинвестировать что-то сделать с нами там кто-то даже хотел вывести на на ipo очень много всего хотели и мы всем мы всем отказывали так вот такой такой показатель прибыльности и прибыльности маржинальность это не очень стандартно для рынка оказалось я читала мне кажется в форбсе год назад историю про то что вы выросли в 15 раз я не знаю это фигуры речи или на самом деле вы за девятнадцатый год так сильно выросли не за девятнадцатый за несколько лет да да это рост за несколько лет мне кажется за три да 19 20 с 18 подтвержденный рост от 8 до 10 раз ну соответственно и в букингсах временю и и ну и в количестве прибыли мне поэзии нравилось всегда серебряный век это вообще для меня был вышаг и тогда папа мой вел физику информатика напоминаю иногда я ждал когда папа освободиться какой-нибудь за каким компьютером и играл игры чуть-чуть и программки писал просто какая первая игра была тетрис нет да черт да не не арканоид арканоид первая игра была и вода runner вообще с 2 класса на папа меня начал тоже таскать в одну из физмат школ где он факультативно преподавал и там показав мне простейшую игру на компьютерах бк 0010 по моему сказал тебе нравится его очень а это уроки были для девятого десятого класса его очень вообще поп-класс а можно еще быть можно домик нарисуешь а там там же по координатам нужно рисовать а они как раз это проходили вот но ты послушай я послушал первая моя программа была которая рисует домик то есть вы вундеркинд нет 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 просто играть хотел на самом деле смотрите то есть программировать вообще может ребенок совсем абсолютно и должен и должен ребенок это это сейчас на мой взгляд базовый хардскил должен быть это моя поверен почему потому что даже сейчас геймдизайнером или там мы берем или тестировщика он же должен понимать как работает это все он должен писать скрипты потому что там диалоги это скрипты ну то есть такие не нужно глобально программирование изучать но скриптовый язык каждый может освоить одну час для детей же кучу программах есть разное там у меня в детстве была недостижимая мечта я не помню классика раз в шестом таком вот пятом шестом моему другу из москвы папа привез папа хирург был известный достаточно привез программируемый луноход это был луноход по-моему на гусеничном не помню каком ходу игрушка и на нем можно было с помощью клавиатуры встроенной запрограммировать где он сколько едет где останавливается разворачивается и мы программировали чтобы он возил кофе по квартире моего друга вот мама не очень рада была потому что там паркет первая связь виртуального физического мира со мной вот так приключилась и он думал господи прекрасная какая штука и я уже поступал у нас выпускные экзамены зачитывались я вот сейчас боюсь соврать в литмо и в лыти по моему это и тмо сейчас называется вот лыти наверное так называется лыти но это технические вузы питерские довольно известные там олимпиады там они вот выигрывают да да вот снимали про это а да я не все в не все передачи при передаче передачи да да я сдавала выпускные экзамены и вот я их сдал и папка приходит слушает но вот там вот восемь человек на место а есть десять место десять человек на место папа что происходит а он говорит слушает дело в том говорит что нам предложили они учителя я напоминаю поработать в школе при посольстве пару лет в варшаве а мы тебя здесь оставить одного с квартирой студента в махпитере не можем поэтому предлагаем тебе поступать в военно-космической академии неможайского это лучше и лучший военный вуз страны это правда все за все пуски космические то они вообще все такая серьезная очень и там ты не можешь свалить куда-нибудь ты строим на занятия строим на обед строим на саму подготовку каждую минуту на ютюбе загружается более 500 часов видео выходят новые шоу интервью блоги и не всегда в этом можно найти для себя что-то ценное поэтому мы русские норм как канал об умных и для умных считаем своим долгом рассказывать о коллегах в частности о канале главный инвестор это простые откровенные разговоры топ-менеджеров о происходящем на финансовых рынках новости тренды жизненный личный опыт инвестирования ведущий канала старший вице-президент сбербанка андрей шемитов а его гости топы банков и компаний которые очень хорошо понимают деньги и как с ними нужно обращаться например выпуск сергей мониным председателем правления райфайзенбанка мне нравится что несмотря на свой опыт игры по правилам которые годами устанавливались финансах сергей легко и с любопытством принимает перемены которые несет нам свободный рынок он рассуждает почему появляется все больше частных инвесторов какой важной силой они становятся но и какие ошибки могут совершать а также о том какие качества необходимы чтобы стать успешным инвестором а гостем одного из выпусков канала был хорошо известный вам герой русских норм оливер хьюз переходите по ссылке в описании и смотрите выпуск пишите в комментариях как вы инвестируете чем руководствуетесь покупаете или иные акции не забудьте кстати и подписаться на канал главный инвестор там очень много полезной информации и интересного контента для всех кого интересуют темы финансов и инвестиций вы же бауманку закончили да если тут рядом с нами находится туда тяжело звучит московский государственный технический университет имени николай арнестовича баумана да а как вас оттуда занесло в предпринимательство и почему вы не стали ну там программистом или или на самом деле это было вместе наверное можно сказать что я учился на программиста ну то есть я инженер системотехник автоматизированной системы обработки информации управления ну 6 лет по сути я учился на вот этого инженера системотехника но систематически до второго курса я был отличником в общем который вот только пятерки любит четверки но встречаются но это все равно страшно очень в жизни прям вот таким ботаником отличником с полным покрытием и тут на в начале третьего курса мне один из преподавателей поставил два а я еще никаким бизнесом не занимался ой что как-то это было связано с аналитической геометрии да это было это это такого такого не было в моей жизни и вся моя цель цель вот это действие была в обучении получение пятерок ну максимум четверок и как-то я связывал себя вот этой деятельностью и тут он ставит мне два я ему говорю не так не так не привык пожалуйста давайте раз уж так получилось давайте пересдам он говорит нет пересдачи не будет это был уникальный такой случай короче в итоге мы с ним не договорились и он мне поставил 3 то есть вам испортил диплом ну по сути для меня для перфекциониста со стажем это значило да ну как бы все в этот момент я помню как ну я переживал очень сильно страдал вся моя прежняя отличническая жизнь она как бы закончилась а потом где-то через месяца три я понял что ничего страшного не происходит что можно же обрушился ничего ничего не случилось ну вот и понеслась там на шестом пятом курсе я гораздо меньше ходил на уже нужно это вот прям встретим началось все папа по убывающий ходил на пары и диплом я сдавал как самый последний уже двоечник нет я его сдал все хорошо я его сдал на отлично но сдавал ее в самый последний момент в общем на третьем курсе это переломилось и мне кажется это как-то связано с предпринимательством до второго третьего курса я скорее подрабатывал то есть это до третьего курса было у меня была работа по найму по сути для денег когда был начальник ну как летняя подработка да я просто работал за деньги и в общем то с того момента и и все по сути сверху не было какого-то человека который наказывал или или мотивировал где-то там на третьем курсе что-то такое произошло и я на третьем курсе написал дипломную работу связанные с интернет с интернет с интернет магазином ну то есть мы изучали все языки программирования и по моему это был то есть вы написали свой интернет-магазин паскаль паскаль пхп да и я написал интернет-магазин который назывался постелька точка ру он продавал постельное белье и вот из этой курсовой работы он аккуратненько переехал в реальность да в реальность интернет-магазин это очень интересная конечно деятельность особенно тогда на заре это когда там 2000 не знаю даже может быть шестой седьмой года потом эти интернет-магазины они по-моему какие-то кресла массажные продавали да 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 то есть было и и большой там электронный торговый центр это когда ты с множества складов отфотографируешь товар и они как будто у тебя есть и перепродаешь и в академии когда я учился например за деньги стихи писал зачем уже деньги ну в смысле заказывать девушек давайте вспомним давайте вспомним почта конверты заклеивающиеся в смысле бумажные да да была переписка такая и подростки писали своим девушкам стихи письма но вы сбежали в общем из-за военной темы да но я сбежал не просто не прям вот мотивом было не типа сбежать из академии нет я на тот момент у нас сложный период это было там и война в чечне там и все такое и я в какой-то момент но мне мне нравилось и форму на сети да понятно в армии но смогли в принципе на войну я да там есть прямо очень эпизод ну короче да прямо мы по краю прошли по сосуду тогда руководством вооруженных сил действовал несколько хаотично вот и курсантов у меня специальность 21 21 вычисленные системы вычисленные комплексы системы и сети но я программист я должен там тереметрию со спутников принимать и там софт писать для них нас собирались отправить ну вот при том что мы там момента на втором курсе был по моему стреляли раза два нет ну окей не 2 вас прям рядовыми да ну раз обсуждалось это там один из к один из курсов прям вывезли вернули ну вот но это не наше надо над нами третьего вот нас кому-то в голову пришла светлая все-таки мысль что это какая-то глупая трата ресурса ну вот ну ладно это такой эпизод да и я хотел я планировал стать офицером но меня прям я видел в этом идеал в служении родине я присяга там юность а что поменялось я по-прежнему вижу это в этом идеале то есть у меня я идеалист но что поменялось я моим папе поставили диагноз неутешительный на тот момент замена двух клапанов в сердце и нужны были деньги я пришел я был на третьем курсе да вот я пришел попросился вместо подготовки дайте мне пожалуйста возможность подрабатывать по вечерам я там типа тучусь они отказали мне а у нас причем у них и причем в этот момент у офицеров и мы не платили по четыре месяца за довольствие денежное у них дети семьи вообще не понимал как они это делают а у нас то кормят там не платят и без сникерса как-то можно пережить вот ну и я понимал что по неуспеваемость нельзя отчисляться что не перевестись не перестись надо было а по дисциплинированности пришлось вот отчисляться хулиганить да 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 я много чего сделано там много в общем я в принципе там не самым было дисциплинированным курсантом но вот и до вере перешел а чем вы стали зарабатывать а слушайте там я разбежал вагоны это классика это окей но это не страшно значит я летал экспедитором в якутию самолетом экспедитором экспедитором да то есть я смотрел как и вел учет загружаем продуктом туда там сгружали загружаем обратно это платили больше чем моим двум родителям учителям высшей категории да папе сделал операцию в медицинской академии он до сих пор жив прошло 98 вам год или что-то такое ну девятый прошло много времени вот а вы заработали ну я и мама в общем короче получилось нас круто а потом когда вы стали играми заниматься сейчас я заведу да что это потом начал делать то потом я стал а папа когда ложился в эту больницу он еще сказал слушать можешь мне выпускной класс может довести информатику что твоя специальность ну попросит то есть вы пошли в школу я два года школе преподавал вот я пошел в школу и так вышло что там не одиннадцатый класс которым кстати моя сестра училась вот а там вся линейка классов нуждается в информатике ну и я как-то придумывал им учебный план придумал поработал в какой-то момент ко мне пришел директор моей школы и сказал слушай говорит ты чё делаешь что там у себя на уроках а это как мы блин что-то сделал что-то не так это они на твой факультатив сбегают других уроков я говорю я понял что сделать то давайте мне список других уроков я буду не пускать тех кто он такой говорит ну просто скажи как ты делаешь а я очень простые вещи сделал я тогда тогда подумал так вот я а мне было там девятнадцать или двадцать соответственно им там шестнадцать семнадцать близко очень да и я говорю чего я хотел вот чтобы я хотела от информатики я значит парням рассказывал о том как тогда работали хакерские коллективы как как защищалась информация какая теория а вы откуда знали нас учили в академии но после там очень серьезно школа вот это базовые вещи то есть но я читал там это нас учили ну то есть просто рассказывал наглядно показывая то есть на каких-то очень простых сущностях я им код не код я их и не писал не учил писать вирусный хотя там военной академии когда мне нужно было поздравить девушку которая сам не разговаривала с днем рождения мою любимую на мне пришлось написать вирус и заразить на полка полка петера очень простой который просто поздравлял в этот день в этот месяц и очень был вирусом а что он делал он просто заражал все что видит вот и по всем носителям по сети и выводил поздравлял машу с днем рождения везде вообще маша согласилась на она меня простил а вот потом я про германию ехал и мы потеряли контакт это эпизод в общем да я рассказывал как какие-то базовые у меня был сумасшедший друг в академии которые вот вот он был вундеркиндом то есть так категория мышления мне недоступна и по сей день и вот и вот он меня учил кинта таким штукам я все припоминаю и вот вирус писать он меня учил а ведь типа есть такая штука что в каждом программисте сидит немножко желание демона какой-нибудь да сделать какую-нибудь гадость конечно да как это ж не в каждом спортивный конечно это в каждом человеке мне кажется в каждом ребенке как дети проверяют границы такая же история и ну ты можешь больше попробуй а сейчас а сейчас так на мой взгляд работает в общем короче да у него какая-то внутренняя обида была на социум это вот я сейчас так могу сказать но он ее трансформировал в очень большую серьезно движущую силу к изучению потому что ну он по отрывочным сведениям изучал но он гениальный стал хакером да он гениальный чувак помимо школы и полетов я занимался установкой софта в офисы всякие вот и если мне забывали платить а такое бывало то есть у нас же но времена времена были не те да и то есть я не приходил в офис соответственно нажимал пароль вот просто в месте который не спрашивать ни о чем и через некоторое время компьютер предлагал пригласить системного администратора так вот то есть вас удобно это да мы просто снимаем продолжение сериала про айтишников про хакеров вот этот аспект поэтому просто нет я не отношусь не отношусь к этим товарищам это очень романтизированная история фильм хакер с анджелиной джоли первой которая посмотрела там вот этот меня тоже тогда мы смотрели в казарме прямо то есть вот я блин кайф думаю вот это моя стыдия но нет пошли в школу пошел в школу там было очень забавно там я разобрал что нужно мальчикам что нужно девочкам мальчикам я сказал чуваки значит кто первый напишет программу там выполнит мое задание тот со мной по сети играет в квейк мы очень много работали и ну получали какие-то деньги окей какие-то но это не какие-то баснословные вот и тогда началась 2008 2007 8 наша история с вконтакте когда только-только на начал расти расти социальная сеть вконтакте и я в какой-то момент подумал а почему бы туда не залить ну приложение чтобы там пользователи покупали у нас товары мы поразмышляли решили что ну как напрямую пользователи не будут покупать надо какую-то правильную обертку для этого и придумали сервис вишлистов он тогда назывался вишло мы просто сделали вот этот ваш виш вишлоу первое и полетела там пользователи должны были заходить собственно указывать что они хотят на день рождения а их друзья была же социальная обвязка их друзья должны были собственно это у нас покупать из этих двух тезисов сработал один все очень сильно начали заходить и указывать чего они хотят из разряда там мы 600 тысяч пользователей получили за несколько месяцев тогда это были баснословные цифры мы тогда написали на сервис приложение знакомств такой легкий он назывался флиртомания и написали то есть еще между делом русский тиндер еще тогда да 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 флиртомания скорее там он был похож на hot or not в америке в какой-то момент это стало очень популярным это тоже была апка для вконтакте и еще мы написали написали приложение ну игру фабрика друзей там надо было покупать и продавать друзей как-то звучит так нехорошо звучит нехорошо но невероятно успешно а вот это наконец стало зарабатывать да вот это вот здесь вот здесь случилось самое интересное потому что а друзья конвертировались в реальных друзей на вконтакте или нет это это просто приложение было вконтакте в который ты захотел и и как бы ставил штамп на каком-то друге что он тебе принадлежит и другой должен был с десяти процентной прибылью тебе его выкупить и все друг у друга у тебя может быть только один хозяин как бы называется как продать ничего не друзей нет ну то есть по сути ничего да вот и люди очень активно начали покупать продавать друзей за виртуальную валюту ну исключительно виртуальную валюту приложение выросло за полторы недели на полтора миллиона пользователей то есть это невероятно хайпом а деньги были вот тогда это было все все совершенно виртуально ну в смысле никаких денег не было в какой-то момент мы подключили платежный сервис тогда еще были смс к нам было отправь смс и получишь что-то мы единовременно нашими пользователями перегрузили перегрузили системы тогда по-моему назывался один агрегатор и ну прям на один день он перестал нормально работать функционировать нам звонили узнавали откуда что что за поток собственно вот в этот момент мы в день на смс как заработали денег больше чем мы зарабатывали со всей нашей предыдущей деятельности за месяц я еще один момент вспомнил потому что когда вот мы занимались нашей интернет торговлей очень много работы невероятное количество я ездил на метро не спал очень много работы еще помню когда мы с одним из конкурентов встретились на оптовом складе там какие-то по постельное белье выбирали чтобы дальше его перепродать он мне помню говорит слушай ну ты сколько там тысяч триста ты ну делаешь в месяц про рубли было да 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 про рубли про рубли про рубли мгру ну там примерно на самом деле я не знаю я жил где-то на 30 тысяч рублей и я вспоминаю все эти моменты и в какой-то момент понимаю что ну возможно не туда прикладываю усилия да и тогда когда мы в один день заработали больше чем зарабатывали за месяц и дальше динамика продолжилась появилось ощущение что надо то ну как то это ну что то с ним в общем да сделать такое и идти туда и и и вам тогда павел дуров ты позвонил у него там на платформе какие-то люди в тот момент они продают они включили они подготовили систему которая называлась голоса вконтакте ну по сути это плате платежная система тогда я как раз познакомился с андреем рогозовым это мой хороший друг сейчас он вице-президент mail.ru и они попросили подключить их систему ну и сказали просто подключить так будет удобнее так ну просто будет удобнее зачем вам эти смс кем и лучше вот этот весь фрод возьмем на себя ну мы подключили систему через них пошло очень большое количество платежей ну как бы большую часть и да где-то вечером или на следующий день мне написал павел валерьевич у нас именно так принято по имени отчества да 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 павел валерьевич андрей евгеньевич приезжайте пожалуйста к нам в питер пообщаемся поговорим вот и тогда была встреча когда мы с создателем счастливого фермера и мы ну вторая компания это такая древняя игра где надо было в общем воровать редиску у соседей там выращивать свинюшек она была тоже невероятно популярна в те в те далекие времена вот и состоялась та встреча когда там был вячеслав мирилашвили лев левиев и павел валерьевич дуров и вот на той встрече мы как кое-как но договорились что вот начнется 50 процентная комиссия 50 ну да да сейчас павел валерьевич против 30 процентов а из школы я ушел потому что ну классно мне нравилось преподавать мне нравилось преподавать это классный с разных сторон интересная штука но там во-первых специфический коллектив почти любой школе со своими заморочками в которые мне вы там в районе двадцати может до двадцати лет мне было ну интересно играть эти игры а во вторых ну платили очень мало в школе но объективная штука была такая вот назывался он в эскол замечательный коллектив вот пошел туда программистом работать и оттуда уже когда женился перевелся в москву вот в главной офис и там еще какое-то время проработал и вот оттуда я ушел в игры потому что я уже играл как это кстати банальная для олдскульной российской индустрии я играл в бойцовский клуб и там познакомился с людьми предложил администрации одно улучшение глобальное там было перемещение между серверами таким образом познакомился с разработчиками вот и через некоторое время мы с парой ключевых товарищей я и нас позвал один из наших общих друзей делать старта я буду по ночам то есть я после основной работы ехал туда а что за игра то было точка отчета она называлась точка отчета мы ее начали делать до в день в ноябре 2003 и релизнулись 14 мая 2004 успешная была да ну по тем временам да но мы в прыжке зарабатывали 300 тысяч долларов в месяц и нам тогда тогда это было много ну для тех времен да да тогда это было много и но для нас я проработал там шесть лет мы ее мы с помощью нее мы с помощью мна был создан астром онлайн это был крупнейший в восточной европе холдинг я там был совершенно незаслуженным вице-президентом это игорь 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 а почему вы говорите незаслуженно я вот кстати обратила внимание в вашем интервью меня так я подумал вот же человек себя недооценивает короче есть вещи которые я могу делать почти бесконечно без еды и воды условно да это ну то есть ничего прекраснее нет чем создавать мир видеть как он населяется людьми общаться с пользователями искать зерна истинные среди потоков на вот и вместе с игроками делать делать игру это прям кайф для меня поток это чистейшая же говорю вы писатель такой писатель игр нет но это геймдизайнер наверное да геймдизайнер кстати меня назначили я бы я пришел до программистом работать причем написал помощником программиста по сути ну то есть я не писал высоконагруженные системы я писал сервисные скрипты которые занимались там статистикой админкой то есть управление персонажем миром и наш технический директор говорит Бодин давай ты ну давай а что делать надо ну вот ты же уже там предлагаешь какие-то вещи давай там это делай ну вот и левел дизайном я занимался как бы я ну так вышло из комьюнити менеджментом я занимался драм кружок кружок по фото мне еще и петь охота это про меня вот это я могу а когда я пришел в аструм ну то есть я постепенно стал вице-президентом нашей точке отчета так вышло и когда в аструме я оказался мне поручили поручали вещи которые для меня были в новинку и неинтересными например сделать создать офис в гамбурге и сейчас я конечно сделать вот так но тогда это было так мучительно и тогда я впервые столкнулся что с тем что мой английский который там в английской школе а потом на государственных курсах пару лет но это такое как бы да и не настоящий а у меня еще с правом преподавания все эти как бы такая глубина падением было да и это было очень тяжело для меня менеджмент тогда был крайне ну я поэтому говорю то есть я не справлялся с некоторыми вещами которые мне поручали я поэтому не заслуженно и я так тогда в общем стоило больше учиться мне тогда чтобы сказать что да вот я заслуженно оказалась на этой позиции это не так а где здесь появились игры и в какой момент вот вы говорите мы начали игры делать это вообще еще долго продолжалось без всяких без всякой игровой составляющей игровой там там всегда внутри в этих приложениях присутствовала какая-то игровая часть может быть она была не графически но в той же флиртомания это не был там обычный hot or not или или тиндер там было много игры заигрывание в какой-то мере да там было ну были были некоторые механики на увеличение количества взаимодействия между людьми там тоже была виртуальная валюта то есть какие-то аспекты игр всегда там присутствовали но вот игры наверное в таком прямом понимании слова случились где-то это около 2011 года это начиналось с приложения ресторатор это вообще же игра да это ну это это прям вот непосредственно игра но сейчас очень сложно мне лично сложно разделять что такое игра что такое нет потому что вся наша жизнь игра то есть философском смысле в том числе но мне вообще кажется что все что мы делаем это как бы играем а если мы перестаем играть то мы перестаем жить ну просто перестает быть интересно то есть нам всегда нужны какие-нибудь челленджи нужно куда-то постоянно бежать если ты останавливаешься то заболачиваешься ну и твой дух испускается а то что мы делаем это мы даем людям возможность если где-то они пробуксовывать самостоятельно с точки зрения простановки цели какого-то движения мы даем им возможность в это пойти очень интересно это каким образом например я считаю что то какой я есть сейчас мой способ мышления он очень сильно был про усовершенствован стратегическими играми которые в которые я играл в школе и в раннем институте то есть я очень люблю то есть игроман со стажем да да причем я я больше люблю стратегические игры не не экшен моя любимая игра это транспорт тайкон делюкс там надо строить строить транспортную сеть для для поездов для автобусов и для и чем лучше ты построишь тем лучше будут расти города в общем стратегия в прямом смысле какие-то были космические стратегии а выигрыш чем состоит что ты обгоняешь других она скорее такая бесконечная ты просто наслаждаешься тем что твой город растет что ты делаешь все правильно а то есть она не социальная нет один на один это да 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 один один сам сам собой тихо сам собой я строю свой мир мне как-то так получилось мне до сих пор нравится больше игры сам собой когда меня все регулярно приглашают поиграть мультиплеерные игры мне не нравится я люблю один посидеть там поразмышлять и я считаю что игры именно игры вот установили меня что я такой какой я вы стали вот писать или вы написали игры вы по-моему вы писали игры даже волос студия вроде под вашим именем стали в какой-то момент выпускать свою свой продукт какой-то именно игровой но да наверное это где-то с 2010 года я не могу сказать что я прям непосредственно писал игры это скорее относится к гейм-дизайнерской части то есть это студия нашей работой то есть это какие-то какие-то люди которых которых мы нанимали они вот прям писали игры я скорее мне больше нравится усовершенствовать что-то это когда смотришь наружу и из разных источников ты стараешься это синергетически соединить что-то улучшить добавить каких-то инноваций но так чтобы написать с нуля наверное нету ничего в моей жизни просто ну борис насколько я поняла вообще самого начала был ну таким в том числе гейм-дизайнер борис да вы скорее были ну компанией по разработке если я правильно понимаю ну расскажите компании по разработке разных приложений игр тоже ну ну для самих себя то есть мы сразу были компании полного цикла то есть мы не только их писали программировали рисовали но и публиковали и пытались с них зарабатывать деньги ну то есть да это такая компания по игровая компания вот так это называлось первый успех такой значительный вы бы с какой игрой связали это прогресс 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 да прогресс тарта да компания была прогресс тар ну вот наверное фабрика друзей если это можно назвать игрой там где надо было покупать и продавать друзей ну это такое чувство когда ты понял ой ничего себе ого как бывает я делал что-то не то ну и был успех с астроном мы перешли в mail.ru там случился этот конфликт неприятный между игорем и алисе с одной стороны и там mail.ru и его никольским с другим игорем моценюком и алисе чумаченко email.ru да можно так сказать вову никольский ближайший сподвижник оказался на по-другую сторону баррикад надо сказать что я проработал с ними достаточно большое количество времени и я как тот травол то вот так что происходит вот я других интервью рассказывал историю о том как я принял решение увольняться из mail.ru ну я пришел из стартапа я другой движуха да я другой страны такой не знаю не знал другого паттерна взаимодействия на там достаточно большое количество было согласований в большой компании но без этого наверное сложно корпорация корпоративное управление это как иначе такую массу людей это я по-прежнему считаю что нужно искать оптимальные пути потому что знаете эффект обелина есть такой такой обелин это город я честно боюсь неправильно протестировать суть в том что когда несколько людей действует исходя из соображений о том что нужно другому человеку хотя но это ошибочное предположение и выбирают выбирают стезю в которой некомфортно всем и никому это пользы не приносит а лучше как идти по пути своего интереса ну это вот сложный вопрос свой интерес ну pay yourself first да безусловно но хочешь идти быстро иди один хочешь идти долго иди со всеми мне неинтересно конкуренция то есть но я не знаю отболела в какой-то момент мне комфортнее с соратниками ну то есть не с подчиненными это очень важно вот в моем стиле коммуникации там управление это наверное ну я надеюсь это заметно мне гораздо важнее чтобы со мной были люди которые доверяют мне и которым доверяю я мне мне рассказывать одну прямо художнику как рисовать ну как это ну смысле я не умею я просто ему я могу посидеть с ним и сказать ну вот я хотел бы вот такое такое этого он сделает несколько вариантов я скажу который ближе ну то есть и так во всем я кстати тоже программистом который говорит более это невозможно чуваки вы в виртуальном мире боги что у вас невозможно вы что такое я даже какое-то время запрещал это слово когда еще более авторитарно начался с людьми вот ну да в общем мы хотим делать чтобы у нас многое возможно очень в наших виртуальных мирах и этот этот подсаживает на самом деле только это не комплекс бога которым часто вспоминают пользователи это возможность но вы когда как травол то вы в этом конфликте где оказались и и между я не нет я не был между огней понятно что выслушал обе стороны у меня есть некоторое мнение там кто где был прав кто не прав там все хороши как обычно там слово за слово да потом вот и я нет я ушел я не пошел к игорю и просить меня взять к нему и я ушел из mail.ru по итогам и это кстати не не последняя сыграла а последняя вот история но была какая-то история как вы видели как сотрудники сникерсами кидаются да короче в какой-то момент я поболел немножко возвращаясь на работу на приезжаю а там я попробую изобразить коридор вот здесь кабинет большой коридор а вот здесь лифт из него такой выход я вот сюда выхожу меня что-то в меня летит я уворачиваюсь меня пролетает куда мы так что-то там пока не видно было это дальше расскажу значит выглядываю а там насыпной пуфик стандартно все сейчас на это как они в конце коридора да вот как здесь да ну видно будет вот и слышу такой заряжай подавай огонь думают так а голоса то знакомые а это мои я так смотрю такие иначе лучшие люди лучшие люди с которыми мы там делали дизайн моего мира лучшие люди они в пуфик заряжают на делать вмятина в нем заряжают корпоративный сникерс и кто-то прыгает на него задницей и смотрит как далеко он улетит и тут я понял пора уходить и ребят забирать то есть народ просто страдал фигней на просто страдал фигней да вот это ну я боюсь что в корпорации эта штука затягивает и мы решили уйти я решили отпускали меня с трудом да кто гришин да отпускал не отпускал и да не отпускал основатель mail.ru групп да дмитрий позвал меня в кабинет и говорит ну бобарис а у меня еще перед этим был такой эпизод не юрий юрий миллер позвонил лично лично да я я же я рассказывал дашню военное прошлое некоторое значит я встали отдали честь юрий миллер я встал такой да буря ну там конфликт я слышал ну да но я хочу тебя попросить ты поработаешь еще пока ну да что я скажу юрий борисович как я скажу нет если но это прям для меня очень великий человек вот вообще и сам ну потрясающе да и в общем короче да я такой я проработал за пол и там за девять месяцев было и прихожу как и дмитрий в кабинет и он говорит ну ты чё решил таки увольняться ну да слушай есть у меня предложение к тебе и такой ну я правда решил так пойду вот он говорит ну ты вот чего бы хотел игры игры делать игры делать говорит слушай есть хорошая идея помнишь вот офис на большой тульской 44 а это был офис астрома в котором мы провели несколько лет я не помню сколько может два может три ну родное место для нас уже и которая соответственно с покупкой астрома перешло mail.ru но там ничего не было насколько я не помню по мне так казалось вот и я говорю ну и что он студию ты какую хочешь я не думал я думаю что там у меня в точке отсчета было около 50 чем-то человек вы надо бы тут зависит от количества игры там и глубины тайтла надо подумать там он говорит ну вот 250 лимит думаю блин ну круто 250 человек типа того ну лимит лимита он сказал максимум вот а я говорю на маркетинг то на ваш будет да а это сложная история с маркетингом хороший менеджер увидит реакцию но у тебя будет свой маркетинг я такой думаю черт вы все я ухожу все почему слишком близко подошел к моей цене ну вот это прямо из притчи вот и я да я ушел все равно отказались да да ушел но свободы хотелось я тогда единственный себе рациональный аргумент против придумал придумал нашел что опять я буду я погрязну в переписке в утверждении и то есть так же так же сказочно же не бывает корпорации же есть она 250 и маркетинг и ничего за это не да 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 и есть же бюджеты есть это уже публичная компания я видел бюджетирование я видел штат юристов и бухгалтеров я подумал будет вот это же точно так не сработает а я сейчас людям пообещаю они пойдут за мной мы сейчас довольно много общаемся с стартапами и вот часто с фаундерами разными часто встречаем такую концепцию типа не лезьте да все люди так хотят свободы чтобы денег было достаточно и свобода была и самим все ну конечно у курпатова очень хорошо сказано мы хотим чтобы нам было нас нас любили или уважали это близкие вещи чтобы было интересно и были последователи точнее соратники все ну я надеюсь я не перебрал ангела андрея владимирович вернемся к вашим финансовым делам вы вышли я так понимаю из мейла уже состоятельным человеком а не просто свободным художником да так да можно сказать у меня был локдаун как небольшой какой-то на продажу акций у меня была нормальная зарплата по тем временам и какие-то были сбережения и вот как только нормальная зарплата это что я не помню ну какая-то но смысле мне было комфортно я не смотрел цены супермаркетах я в этом я дождался какого то есть как мне показалось пика продал значит акции вот подождал еще некоторое время потом инвестировал в компанию своих друзей что это было за компания называлась crazy beat тоже игры да игровая студия little bit crazy был нашим девизом а вот крэзи бит и пришел туда через когда закончилось закончились все официальные запреты и мы делали начали делать всякие страннейшие игры а можете вообще назвать если это вообще не совсем тупой вопрос рецепты или какие-то ингредиенты ну такой супер успешной игры сюжет или я не сейчас сейчас да во первых смотрите на мой взгляд нарратив вообще на самом деле мы все друг другу рассказываем истории как я сейчас да мы рассказываем истории и мы созданы из этого и в этом смысле вовлечение очень 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 высоко 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 нагруженная с точки зрения профессионализма штука это это удержать внимание заинтересовать поэтому крутой контент да есть крутой корт должен быть то есть должно быть интересно у вас в интервью я прочитала про феномене социальных игр о давай то что принято называть социальными играми за редким исключением является практически антагонистом симуляции общения все так игроки тонко чувствуют соответственно корректируя отношения подменяя игроков не слишком продвинутыми ботами мы насыщая насыщая турнирную таблицу или другие механики понижаем уровень реалистичности впечатления а это сказывается на азарте почему это сложно почему но это вы говорили так почему меня это зацепило потому что есть вот эта идея что там особенностью взрослых по отношению к детям что дети там в своем социальном каком-то мире что-то их куда-то они уходят вот на самом деле что происходит там в этих социальных играх первое социальные сети они асоциальные то есть да это термин по моему алиса первый первый раз сказала на конференции как раз вот чумаченко да алиса давайте договоримся чумаченко да алиса если будет алиса в стране чудес я уточню вот сети социальные они называются забавно что они называются в антагонизме в антагонизме потому что лайки это не коммуникация это подъем флага что мы вместе по какой-то концепции там да или похвалите меня все то есть это не коммуникация еще и вот тот рецепт который я почему-то не успел сказать когда вот пришли ко мне вот эти вот количество людей из моей первой игры в чат я с ним поговорил мне было очень интересно что их держало эти 16 лет 10 лет они меня не видели например да ты мне рассказывали про меня легенды окей ладно но они не видели меня 10 лет я не заходил в игру вот они говорят нас здесь держит тогда там они называются нижним фреймом это фрейм с чатом мы сделали там политику настоящую экономику с производством с воровством с грабежами скоро ванами да и мы сделали там женитьбы подарки и мульти женитьбы да то есть полигами вот и это очень сильно бустанула коммуникацию вот эта социальность на самом деле да очень многие вещи превращаются в дейтинг и тут надо это просто осознать и направить то есть в игре помните как в детстве там я чего тебя ударил познакомиться хотела такая же история ты в игре что-то сделал там убил чудовище поставил ему на грудь ногу и сказал дорогая это в твою честь да там дженевьева вот и здесь очень понятная история девушка куда-то пошла на нее напали монстры ты ее спас классно вы познакомились у нас огромное количество пар поженились в играх да и что там я там жену нашел так вот социальность истинная социальность вот это вот когда ты можешь на тебя могут позвать в бой то есть там когда тебе звонят ночью будет вставай до нас напали поставь быстрее их много ты и ты такой в четыре часа утра такой думаешь класс сейчас пойду помогать как вы познакомились с вашим партнером андреем отличный кстати вопрос вот нельзя сказать что мы познакомились на такие с первого взгляда влюбились и я читала что вы как-то прохладно я сейчас расскажу меня перед в качестве дембельского аккорда перед уходом из mail.ru за три дня до проведения рифа киба киба рифа сказали слушай проведи круглый стол пожалуйста по играм его а кого позвать а когда три дня до три дня ну я смог позвать ну а андрюха был на слуху у него была была классная игра рестораторы вот которая являлась и творчески вдохновлю вдохновлялся он другой игрой вот и собственно я позвал его еще нескольких ребят и мы подумали как чему можем сделать ну надо же провести поинтересно чтобы было и мы с моим товарищем георгием а делись он в белое в черное я еще лаком серожки сделал не как сейчас здесь вы были тролль был это неправильность вот да я даже ну я решил что я буду прямо искушать вопросами это андрей скажите почему в вашем творчестве так много ремейков это вопрос помните киркоров адресованный вот и ну а он меня потряс тем что он не дрогнул вообще вот все остальные там типа поворачивайся он не дрогнул он не поменялся в лице у него так улыбка чуть-чуть воскал превратилась и вот и он он очень классно тогда за перформу выступил прям офигенно он он может рассказывать что ему не нравится сцена это вранье он прирожденный оратор вот я тогда ну блин как как держится классно чувак на самом деле ну понятно что сделать клон это серьезные серьезный челлендж и сделать успешный план а у него был очень успешный вот и так вот мы и познакомились и потом продолжили разговаривать я еще подумал так классный чувак было бы интересно поработать вместе но это было потом работать мы начали позже а вот пока момент помните как вы начали работать на чем над чем первая игра над которой мы частично работали ну то есть наши наши коллективы уже вовлекались то есть crazy битва вовлекся в и эта игра прогресс-стар а андрюхина компания прогресс-стар вовлекся в дизайн трон раша вот и айленд эксперимент который был вот развитием и и предпечей текущего чего и он развитием нашей линейки линейки crazy битва там они уже тоже мы уже работали вместе ну вот съехались в один офис мы были в разных крыльях как вы договаривались о партнерстве договаривались партнерстве как я уже говорил мне очень важные соратники соратники вот и в нем я увидел и друга и в чем-то мы очень похожи но глобальному очень разные вот есть какие-то essential штуки важные в которых мы единомышленники и это в чем в некоторых подходах к людям к знаниям к культуре мы но это это не сразу случилось это прям была борьба борьба двух юкадзун в чем разные в темпераменте очень разные он интроверты но он так рассказывает и экстраверт интроверт который любит публичные выступления как вы познакомились и как потом вы стали партнерами и почему вообще он вам вам понадобилось делать что-то вместе в 2000 по моему одиннадцатом году меня позвали на конференцию выступать я тогда чем-то каким-то сми не угодил и был некий такой черный 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 пиар там что-то связано с как-то с пиратством или или чем чем-то так вы уже были объектом внимания да 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 то есть уже ну как-то начали случаться какие-то то ли склоки я не знаю как это назвать или зависть или что-то такой какой продукт или я не знаю какая компания была объектом внимания вот прогресс тар а прогресс тар тогда да прогресс тар наверное и большая большая игра игра большая вы там что-то где-то заимствуете где-то что-то берете ну и в общем это это без троллями бесполезно разговаривать вот и борис борис был как бы ведущим этого этого интервью публичного на которое меня пригласили и он вот взял зачем-то вопросы для того чтобы меня заплющить я его когда встретил у него еще вот здесь были такие рожки зачем-то он сделал он был в очень игривом настроении перед нашим интервью и он меня там кардинально заплющил вот всеми своими вопросами прям вот вот так вот вот прям втащил мне его можно сказать тогда возненавидел тогда наша дружба и началась ну мы начали общаться поняли что ну мы не такие какие кажемся на первый взгляд а что очень разные люди то есть он сработал как ваш раздражитель да да прям бесил до сих пор отойдет до сих пор не одно дело начали общаться другое дело решили что бизнес надо вместе делать на каком моменте или что-то было мы уже к 2014 году так получилось что у нас были одинаковые акционеры там в двух наших компаниях и в какой-то момент как это получилось и мы и мы находились в одном офисном в одном офисном центре ну в какой-то момент две по сути студии да и и один акционер владел и там и там частью а кто это это акшин и вадим они откуда взялись в какой-то момент познакомились и решили двигаться вместе просто вот так ну так у нас в тусовке часто происходит да 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 они были финансовые инвесторы да да акшин и вадим да 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 просто парни с деньгами можно так обозначить финансовые и бездев ну не парни из деревни знатные московские интернет предприниматели понятно вот и мы решили в 2014 году мы решили ну собственно объединить наши активы ну а кроме офиса то какая была мотивация делать вместе офис не был мотивации офис совершенно не был мотивации было понятно что если мы объединим у нас была хорошая экспертиза в монетизации а у них очень получит получались крутые зачастую инновационные проекты и игры ну совсем игры да вот прям прям непосредственно игры вот про их игры можно было сказать что это игры а про наши но это там приложение игры где можно играть вот мы в какой-то момент поняли ну не мы подумали что было бы классно объединить две компании ну тут как акционер был только за объединить компании и дальше продолжить путь путь вместе ну как-то завоевывать новые горизонты это получается был наш первый 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 мерч в слове merge and acquisition тогда конечно это так не называлось потому что мы просто решили объединить активы ну и все это казалось как бы классно вы какие-то правила внутренние придумали про взаимодействие ну потому что когда 50 на 50 это это на самом деле потенциальная проблема да 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 мы их до сих пор можно сказать придумываем есть есть какие-то базовые вещи но первые первые года мы притирались да мы ругались да тогда тогда можно сказать ругались ну и побаивались немножко друг друга ну и ругались мы в процессе притирки потихоньку ну начали узнавать друг друга и ну кто в чем хорош это это каждый раз болезненно вообще признавать что ты какой-то не идеальный у тебя есть слабые стороны это это неприятно несколько лет мы иногда делали работу друг друга иногда очень сильно пересекались но всегда в очень уважительной манере ну как бы расходились в какой-то момент мы просто сели поговорили и обсудили стороны друг друга сильные и слабые и просто договорились как бы уважать этот акт и двигаться дальше вы можете сформулировать с вашей точки зрения кто что привносит в компанию да с андрей начнем он умеет мыслить стратегически меня хуже с этим но правда грустная грустная история но правдивая у меня хорошо получается кризис менеджмент я чувствую себя прям в потоке все вокруг горит ты на велосипеде вот это как мент все ты в аду вот и а мне два класса сейчас я знаю что делать вот есть такое понимание если такой такой термин все военного времени сего мирного времени тонн все в мирном времени он очень классно работает с людьми может с огромным терпением воплощать план а мне надо чтобы здесь сейчас все сделалось вот немедленно он берет на себя огромное количество работы которые я просто не справлюсь который в частности там коммуникация с официальными разными лицами 50-50 да да у нас поровну да а как вы вообще вот если у вас не согласие один говорит да другой говорит нет но мы договариваемся а у нас один да другой нет но нет нас такого смотрите у тимворка очень простая концепция да работа командная работа ты если ты не согласен и у тебя есть аргументы ты их излагаешь если аргументы закончились и будут были проговорены и взвешенные измеренные признаны слишком легкими так это все еще не согласен ты принимаешь сторону команды тебя закончились аргументы если не согласен не знаю почему так не работает работает только я не согласен вот есть какие-то решения которые именно вы вдвоем должны принимать если есть но есть но мы договариваемся при этом вы в разных странах на кипре а вот в испании все так то есть вас многочасовые зумы да ну не то чтобы прямо многочасовые но а в чем классный вы в чем классный борис борис невероятный интерпринер предприниматель у него невероятное количество энергии внутренней идей креатив и он он самый лучший кризис менеджер которого я знаю ну то есть если взять среднестатистического человека то не знаю там в какой-то опасной ситуации он сделает так вот в общем закроется и будет размышлять по всякому ну в общем впадет в какие-то эмоции а борис сразу в таких ситуациях простраивает план такое еще не что у него выключаются эмоции и он начинает простраивать план выхода а ваши в чем самые сильные стороны на фоне иногда мне кажется что я выполняю роль кота леопольда давайте жить дружно давайте жить вместе стабилизатор да хотя я у меня тоже всегда возникает какие-то эмоции какие-то чувства но я прекрасно понимаю что ну хоть кто-то должен иногда ну аккуратно рассказать что не надо сейчас друг другу там тарелки облоп разбивать давайте поговорим мы договорились что у нас в команде и между нами всеми есть автоматическое доверие друг другу стопроцентное мы это еще почерпнули во вкус вилле развито у ребят из вкус вилла а вас большая часть искусства нет 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 мы прочитали про прочитали книгу смотрели смотрели интервью и вот этот тезис про стопроцентное автоматическое доверие он в частности сыграл очень большую роль потому что когда тебе кажется что кто-то там в чате поставил точку это значит он все теперь с тобой что-то там да такое мы на всякий случай ну прям вот включаем сознание и так думаем что он мы двигали мы двигаемся к одной цели мы движемся в одном направлении ну что наконец-то поговорим про бизнес у вас есть одна основная игра да в компании которая генерит насколько сколько там 50 процентов букинг больше больше значительно да ну то есть я как человек опасливый в целом осторожный вижу здесь риск все верно про риски позвольте я расскажу я естественно инвесторы и будущее приходят и говорят ребят вы компания одной игры вы хитмейкер ну вот сейчас сделали и потом ничего не сможете ну и все зачем вас сейчас вкладывать что зачем это вообще нужно конечно проще бы было сказать да ребят просто подождите потому что у нас то несколько другое видение хроники хаоса это не хит да говорят это блокбастер это самый кассовый продукт самый кассовый продукт но мы были внутри когда все это происходило мы прекрасно помним и моменты когда мы хотели хотели его закрыть мы прекрасно помним те два года когда он никуда не взлетал и сколько нам пришлось всего сделать сколько опыта пришлось туда вот впаять для того чтобы он в итоге стал то что сейчас называют хитом блокбастером кассовым продуктом и это не случайность это не иншаллах это это серьезная кропотливая поступательная работа итерационная мы его запустили в шестнадцатом в шестнадцатом году и постепенно доделывали он до 2018 года был просто хорошей прибыльной игрой это наши коллеги партнеры выражаются умеренно успешным продуктом но кто так до этого момента у нас были разработки у нас были игры успешные прибыльные в фейсбуке во вконтакте казуального характера другие игры и хроники хаоса это вот тот текущие хроники хаоса это продукт в который мы вложили опыт не только всей нашей компании не только всех нас но плюс еще и опыт братьев бухманов у нас есть есть плейбук который мы надеемся станет основой нашей м на стратегии с которой мы собственно будем помогать компании доделывать продукты там огромное количество ошибок которые можно совершить то есть это по сути ошибки которые совершают и молодые команды разработки молодые компании и даже и даже уже прибыльные компании которые не могут перешагнуть ну в следующий в следующий раунд следующая лига да да там на каждом этапе есть есть где упасть и сломаться в общем это огромная консолидации опыта. Без этого опыта я не верю, что она сможет перешагнуть. Те времена прошли еще лет 10 назад. Когда порог входа был низок. Когда гений-одиночка или маленькая группа может что-то такое разработать. Сейчас вероятность такие тоже существует. Мы же в аналоговом мире живем, но они стремятся к нулю. Порог входа в серьезный игровой бизнес очень высок сейчас. В плейбук это набор tips and tricks. Набор немножко называется это грабли и велосипеды. Грабли это куда не надо наступать. Велосипеды то, что уже изобретено и не нужно повторять. И соответственно для компании, которые с нами будут работать я надеюсь в будущем, мы тоже будем предлагать наш опыт. Я там видела в этой презентации планы, ваши творческие планы. В 23-м году выручка там 560 мне кажется миллионов. а за счет вот этих букингс. Ну, во-первых, хочется понять за счет чего, а во-вторых, вот вы до этого росли и как бы в разы, а это так немножко медленнее. Это вы так специально консервативно написали, чтобы потом порадовать инвесторам. позвольте, позвольте я буду отвечать на любые компрометирующие вопросы. Во-первых, из чего будет состоять эта прогнозируемая итоговая выручка. Из-за роста нашего текущего продукта, хроники хаоса, который продолжает рост, мы приблизительно знаем, что мы будем иметь к 2023 году. Тут все очень просто, потому что сам срок разработки может быть, ну, минимум год. Год собрать команду, год что-то разрабатывать, потом год софт-лончить. То есть вполне можно впаяться в 4 года разработки продукта, который ты поймешь, что ни к чему не приведет. И много где совершать ошибок. Мы уже стараемся учесть весь этот опыт и прогнозируем на наших трех новых играх, что они будут в 2021, 2022, 2023 году аккуратненько расти. Естественно, предлагать всем 10-15-кратный рост, это лучше как-то быть связанным с биткоинами. Мы любим отвечать за свои слова, более того, на публичном рынке желательно это обязательство. Много следующих лет нам надо будет отвечать за базар, нам надо будет подтверждать наши прогнозы. Поэтому мы стараемся выбрать то, чего мы точно достигнем, то, во что все верят, ну и будем стараться перевыполнять. Но речь не про покупки новых каких-то игр, ведь вы можете с вашими 100 с лишним миллионами взять и просто кого-то купить. Цена акций наверняка взлетит во много раз именно в этом цель. Это джокер в рукаве. То есть у нас есть стабильная прогнозируемая часть и есть часть, это не просто M&A, это консолидация. Мы не хотели бы даже называть это M&A, мы хотим консолидировать опыт, консолидировать экспертизу, крутейшие кадры, потому что каждый из ребят. Мы их много знаем, мы все 15 лет вместе с ними росли, и какие-то из них застряли на разных этапах, и по сути братья Бухманы помогли нам преодолеть несколько этапов. Самое очевидное, это для вас как бы, как это со стороны выглядит, это объединиться с тем же плейрикс Бухманов, который у вас и так акционер, я так понимаю, что у них 40%, но вы идете по какому-то другому пути, то есть сейчас планируется история, которую лучше бы на самом деле вы понятно объяснили, когда вы вливаетесь в компанию российского предпринимателя Ивана Таврина, российского международного предпринимателя Ивана Таврина, то есть он в вас инвестирует по оценке 1,9 миллиарда долларов, и вы через эту компанию идете на биржу, то есть как-то все сложно. Выглядит как проще всего это представить, есть что-то маленькое публичное special purpose acquisition company, и есть что-то большое непубличное, если это сливается, вот это все становится большим и публичным, еще больше, вот эта компания перестает существовать, она как бы растворяется, и остается только вот это, но уже большая. Тут Некстер становится публичным через слияние с компанией Ивана Таврина, которая маленькая и публичная. Которая создана ровно для того, чтобы... А почему, зачем вам какой-то еще человек, зачем вам эта компания... Одна из моих любимых тем, позвольте, я отвечу. Да. Как я сказал, весь прошлый год нас долбили банкиры, инвесторы с просьбой выйти, ну, что-то с нами сделать, проинвестировать, там, по любой оценке, и мы отказывали, отказывали всем абсолютно. Ну, сейчас мы еще поработаем, сделаем нормальный мультипликатор, а не вот этот вот, там, с этими, с погрешностями и со скидками на то, что, я не знаю, ты в России, там, ты какие-то русские корни, паспорт, еще что-нибудь там приплетут, восточная Европа, и, в общем, я был в полной уверенности, что пока, портфель, и лет через семь, вот, фух, прям рванем. Компанию надо подготовить, так, чтобы, ну, все было прилично, никто не пытался у нас что-нибудь отжать, что-нибудь лишнего. Мы познакомились с Иваном Тавриным, с ним познакомил Игорь Бухман, Игорь Бухман мне присылает, говорит, смотри, тут вот Иван есть, я говорю, ой, я что-то слышал, это какие-то спаки, это как ICO, наверное, скам какой-то, ну, короче, я что-то не уверен, я уже с несколькими... Компания. Да, разговаривал. Кайсет что-то где-то, да. Это, ну, это какая-то, какая-то шняга, короче, нам это сейчас не надо. Говорит, ну, ладно, ты это сам решай, ну, просто человек такой очень интересный, хороший, ну, просто пообщайся. Я такой, ну, если интересный и хороший человек, то, конечно, давай, это я всегда люблю. Мы созвонились в Зуме, я был очень скептически настроен, и очень скептически, ну, и Иван был среди всех этих банкиров, всех, кто пытался к нам подкатить, он оказался единственным человеком, который спросил, слушай, а ты вообще чего хочешь, ну, о чем мечтаешь? Ну, вот я же говорил, нам деньги не нужны, на публичный рынок нам не надо, все у нас есть, ну, ну, Он говорит, а чего ты хочешь? Я ему говорю, знаешь, есть одна темка, я мечтаю, мечтаю, вот, показать Кузькину мать. Вот, я прям так и сказал. Я мечтаю показать Кузькину мать, я считаю, что мы, скажем так, восточноевропейские, постсоветские, технические специалисты, специалисты, связанные как-то с играми, ну, и вообще, очень все талантливые люди, я считаю, что, ну, нас недооценивают, и я, я бы хотел, чтобы мы поиграли, вот, в том большом мире денег, и, и при этом, без каких-то скидок, без всего, и вот хотелось бы, чтобы мы перестали бояться, и вышли, ну, и, в общем, сконсолидировать отрасль, и вот прям одним таким большим марш-броском, ну, показать всем Кузькину мать, что бы это ни значило. Он сказал, о, знаешь, а у меня для этого есть, есть кое-что. Ну, и вот, мы как бы разговаривались, и оказалось, что показывать Кузькину мать, и консолидировать отрасль, гораздо проще, когда у тебя, в частности, есть ликвидная валюта в виде акций публичной компании. Вот этот размер Кузькиной матери, то есть куда вы... Он не ограничен, он сверху не ограничен. Ну, есть, может быть, какие-то аналоги, которые вы можете сказать, мы хотим быть... Кузькина мать, она же в районе топ-1 располагается мирового, да, я правильно понимаю? Вы где-то топ-3, топ-4. В чем измерять? Мы в Кузькиных матерях, да, одно целое, а все остальные, как с вероятностью, в один единицу. Мы когда объединялись, мы же действительно прошлись по-разному кругам ада, потому что две разных культуры, два разных лидера, и мы научились и слышать друг друга, и договариваться, и... Ну, то есть ксенофобия, она же в нас сшита, и очень просто подумать, что вот тот, вот тот в другом цвете офиса, у нас был один зеленый, другой оранжевый, вот они там замышляют, мы все это преодолели, у нас единая команда, и там долго отучались переживать, когда твою идею отвергают. Мы научились мерзжить культуру, вот сливать культуру в единую, в единую. В этом смысле мы хотим вот этот наш позитивный опыт предложить людям, которые, студиям, компаниям, командам, которые могут потенциально с нами работать, и чтобы мы усилили друг друга вместе. В СНГ более тысячи команд на разных уровнях развития есть, с которыми можно об этом поговорить. Есть очень много различных компаний, названия которых мы по естественным причинам пока не можем назвать. Не можем произнести игры, это такая удивительная область, даже не отрасль, дурацкое слово, область, индустрия, где какие-то происходят гигантские взлеты, то есть очень резкие. Да. Это будет происходить еще какое-то количество лет, десятилетий и так далее, или эта отрасль станет как нефть? Ну там, 15% в год, А здесь противоречия есть между тезисами? Мы считаем, что игровая индустрия опередит Голливуд в ближайшие несколько лет. В частности, за счет нового контекста использования игры, именно стриминга, и я думаю, что это будет локомотивом всей индустрии развлечений. Это наша такая, немножко футурология от Nexters. Так я, собственно, в этом и вопрос. А VR всякий туда вложит свой? Вложит, безусловно, но сейчас это нишевая история VR, по крайней мере, в той степени, в которой мы его изучили. сейчас просто не созрела аппаратная база, на мой личный взгляд. Это сейчас мое мнение. То есть не появился еще какой-то девайс, который большого количества людей? Да, пока все это или не массово, или шлемы дорогие, ну то есть реально шлемы виртуальные, современные, последние существенных денег стоят. То есть не массовый продукт. и сама технология не вполне комфортная. Надо еще немножко подождать, и я думаю, что за дополненной реальностью будущее, вот за дополненной, я бы так сказал. Боря, можно упростить, пока там денег нет. Вопрос, когда будут и будут. Но это интересная штука для того, чтобы за ней наблюдать. Возможно, какие-то опыты делать, но... А вообще какое место, как вы считаете, игры будут занимать в жизни людей, скажем, через 10 лет? Давайте немножко небольшой экскурс вообще в историю человечества. Игры занимают в истории человечества огромное место всегда. Игры – это самый натуральный способ получения опыта за меньшую цену. Дети, играя, обучаются, обучаясь в игре. Военные проводят тактические учения. Это военные игры, это игра. То есть когда ты совершив несколько абстрактных отходов от реальности, понизил цену получения опыта. Это наша система обучения. Поэтому игры будут занимать огромное место, и оно будет расти за счет того, что мы похожи, что идем к понижению количества рабочих дней в неделю, к безусловному доходу, к заменяемости людей искусственным интеллектом. И значит, что будем играть. Поиграем. А есть какой-то прогноз по часам? Сколько часов в жизни человека занимает сейчас и будет занимать? Сейчас же говорят, что буквально через 10 лет 95% профессий будут автоматизированы или роботизированы. все эти люди освободятся. люди им нечего будет делать. Вот совсем нечего будет делать. Что человек в этот момент делает? Он либо грустит, либо... Грустит и не платит налогов. Грустит еще. Или так. Но это тоже не самое эффективное использование человеческого ресурса. А если он будет играть, будет покупать игры, софт, в смысле девайсы, будет есть, жить, платить налоги, человечество надо будет как-то развлекать. Есть ли какая-то разница, как люди играют по странам, по национальностям, или вообще нет разницы? И вообще может, грубо говоря, разработчики из России могут быть успешны где угодно со своими играми? отличается даже контекст использования мобильного устройства, то есть его вертикально держат в азиатских странах большинстве. А мы играем вот так, в большинстве тоже случаев. Это какая-то приставка. Да, это джойст. У вас там есть какие-то как у компаний сильные или слабые стороны? Там и там? На восток или на запад? Мы в западном мире. У нас треть выручки из Северной Америки, четверть в Европе. Четверть в Европе. В азиатских странах 19, по-моему, процентов. Ну, азиатские, Япония, Тайвань, но Китай на данный момент занимает 50% вообще рынка. Соответственно, это одна из точек. А почему у вас до сих пор нет в Китае? Мы были, нам пришлось на какое-то время ретироваться, потому что китайские власти, они очень жестко реагируют на любые в Китае. Они ввели новые правила. И для того, чтобы нам заново выйти туда, мы должны подстроиться под их полиси. Оно довольно жесткое. Подстраиваемся. Работаем над этим, да. Это типа чего? Типа того, что кровь не должна быть красного цвета. Да не, не только красного, зеленого тоже не может быть. Там очень много ограничений. То есть это не ограничения, там именно по контенту ограничения. по контенту призывы к насилию, я думаю, там тоже не очень. Ну да, то есть какие-то политические... Пойдем-убьем их всех нельзя. Ну тогда это ваши вообще не... Ваши игры вообще как-то... Ну почему? Например, вместо того, чтобы один зарубил другого, один зайчик может другого захихикать. Я знал, что рано или поздно ты это скажешь. Зайчик захихик. Ну ладно, не знаю. Гейм-дизайн будет одинаковым. Ну если так вот охихикал и упал от того, что смеется. Гейм-дизайн будет одинаковый, но при этом посмотрим, что может. Ну то есть если шутки в сторону, вы в Китае с тем же продуктом просто его как-то модифицировать? Адаптируем, да. Или все-таки какой-то новый? И новый тоже адаптируем. Кто ваш главный конкурент сейчас? Я бы назвал две шведские компании. Швеция в какой-то момент стала рассадником игровых холдингов. И вот в частности есть компания Embracer и Steelfront и даже EG7. То есть они ваши конкуренты по консолидации? По консолидации, да. Да. Поэтому вот как-то мы бы хотели с ними им немножко понадоедать и устроить со шведом. А чем объясняется довольно значительное количество игровых компаний из трех существования, из трех стран? Россия, Беларусь, Украина. Это просто техническая школа? Ну я думаю, что... Вот это прямо много. Вот если все три вместе объединить... Это безусловно, техническая школа это единое языковое пространство, как бы там сейчас не разворачивалось у нас политический процесс. Ну вот... И это страны с большим достаточно населением относительно, например, Прибалтики. И, соответственно, чисто пропорционально. И рынок, собственно, есть. И просто больше людей. Больше людей, больше вероятности. Я в том числе после передач размышлял, почему техническая школа в странах СНГ такая сильная. Я склоняюсь к одной единственной мысли. Когда я жил в Надыме, и было минус 45, на улице не погуляешь. И стоял только компьютер. Больше делать нечего вообще. Актировка в школу ходить не имеет смысла. И что, и сидел, и программировал на бейсике или на чем-то таком. Соответственно, наша погода не позволяет так вот быть сильно творческим человеком. И очень поэтому, я считаю, поэтому очень много программистов. Ну и, конечно, школа. Блиц. Мы решили сделать Блиц отдельно. Неожиданно так. Быстро, дешево, хорошо. Только два. Известный уже такой треугольник. Быстро и хорошо. Хорошо и быстро. Бедным и здоровым или богатым и больным? Здоровым точно. Там все остальное приложится. Богатым и больным. То есть здоровье купишь? К сожалению, нет. Если не бизнес и не игры, есть какое-то занятие, которое бы вас увлекло? Программирование? Возможно, все-таки мифология. Я постоянно читаю. Постоянно изучаю. Напомните, что читаете? Последний я читал «Скандинавские боги» Нила Геймана. Это, конечно, интерпретация. Нил Гейман американских богов сделал. Это же тоже базируется на мифологии. И он интерпретировал скандинавскую мифологию. Вот это я читал из последнего. А вообще, я сейчас название книги не помню. «Спасите игру» называется книга. Она тоже базируется на мифологии, на понятии игры в мифологии. Вот тоже рекомендую. Что, если не бизнес? С третьего курса я не представляю себя вне бизнеса. То есть ничто так не увлекает больше? Это причиняет мне регулярную психологическую боль. Бизнес? Бизнес, да. Триатлон физический, а бизнес психологический. И вообще, мне иногда кажется, я мазокист. Но мне все это нравится. Борис сказал при этом, что он ненавидит циклические виды спорта. Ненавидит, да. Борис в этом плане другой. У нас за это отвечаю я. За долгую, нудную работу, когда надо, чтобы все шло туда, куда надо, и делать каждый день, и все надоело, и никакой мотивации, но результаты будут в будущем. Причем такие, что ты не успеешь их заметить. Когда ты каждый день подходишь к зеркалу и постепенно худеешь или толстеешь, ты каждый день не будешь этого видеть. Но через год ты можешь увидеть, что там плюс 30, не знаю, килограмм. Ты не заметишь разницы в процессе года. Также ровно и с бизнесом и с триатлоном или аренменом. Вы аренмен делали? Я сделал половинку. Половинку? Я никак не могу дойти из-за ковидных ограничений полный. Где лучше делать бизнес? За границей или в России? Смотря какой. Игровой бизнес, по большому счету, не считая некоторых нюансов работы с платформами, можно сделать и в России, и за границей. За границей на текущий момент эффективнее выстроена юридическая составляющая. То есть британское право позволяет нам всякие опционы прописывать и так далее. И защита прав собственности. Да, защита прав собственности, нон-компьюты, вот это все. У нас, по-моему, до сих пор еще нет в России этой структуры. С этой точки зрения британское право. Если бизнес не IT, какой-нибудь регулярный, наверное, можно и в России есть области, где, мне кажется, маржиналис будет больше в России. Это? Не могу сейчас вот так насквитку, но точно есть, потому что странно развивающаяся, соответственно, в мутной водичке можно рыбку побольше поймать. Где лучше делать бизнес? За границей или в России? Смотря какой. Я считаю, что бизнес, связанный с дистанционными технологиями, с IT-технологиями, без разницы, наверное, без разницы, где его начинать. Я считаю, что у нас в России очень хорошая техническая школа, очень хорошая подготовка, в том числе Бауманский университет, который вот сделал мое мышление таким, какое оно есть. Потому что, по сути, Бауманский университет был о том, что учитесь учиться. Ну, не надо все эти знания, они бесполезны. Просто умейте быстро адаптироваться. IT-бизнес можно начинать везде. Более того, в России, наверное, его начинать проще. Если мы говорим про какие-то другие бизнесы, ну, например, на Кипре, практически невозможно открыть, ну, какой-то наземный бизнес, там, не знаю, аренду машин или ресторан, потому что там тоже есть такое понятие, как местные, которые не дадут, ну, с которыми будут проблемы. Сколько нужно денег, чтобы не работать, и есть ли у вас столько? Точно есть. Неправильная формулировка для того, чтобы обеспечить базовые потребности. Сколько денег нужно? Это провокационная формулировка. Я не хочу не работать, мне неинтересно. Я считаю, что для человека одним из важнейших жизненных, не тезисов, жизненных двигателей является прогресс. Прогрессия. Себя нужно реализовать. иначе внутреннее стремление к творчеству, оно у всех на самом деле есть. Мы, может, просто сливаем его в скроллинг новостей, но, увы, оно превратится в пиво-диван и, не знаю, что-нибудь, Ютуб. Холодильник. Холодильник, да. Должно быть пространство для реализации. Это, кстати, может быть и хобби, но если в хобби начинаешь вкладываться, это становится работой. Так что я не могу ответить на вопрос, сколько нужно денег, чтобы не работать. Если позвонить вашим бывшим сотрудникам или партнерам, что они о вас скажут? Я недавно на каком-то год назад увидел одного из сотрудников очень на весе, по-моему, он был, и он очень радикально выражался по какому-то поводу, там, видна обида какая-то была, ему написал там, мистер Икс, что же с тобой стало, что получилось. Я помню тебя совершенно воодушевленным человеком, когда он, это было там, 12 лет назад, он говорит, ты, Боря, просто не знаешь, а к тебе-то тоже есть претензии, поэтому есть, видимо, и ко мне претензии, но я хочу, ну, сотрудники, короче, я отношусь к людям очень, с большим пиететом, и очень хочется верить, что это не в одну сторону. У меня очень, концепция есть, знаете, есть такие круги, которые ты, человека допускаешь постепенно, во внутренний, вокруг меня вообще не так, я всех люблю априори, и я, ну, я сейчас уже, раньше мне, я просто всех любил, и думал, что вообще мир будет, должен быть идеальным вокруг меня, и когда меня предавали, мне очень больно было падать, а сейчас я понимаю, что там из 10 человек, 8, ну, сегодня из 10 человек 8 нормальным, кстати, окажутся, реально так, а двое, двое, ну, сочтут, что в их системе ценностей слишком легкие, да, и там пойдут своим путем, но эти 8, они сразу рядом со мной, и они сразу могут усилить меня и мои деяния, вот этот подход, поэтому я очень надеюсь, что большинство, ну, я уверен, кстати, что большинство сотрудников во мне отзовутся хорошо. Какая часть разработки игр ваша самая сильная страна? Пре-продакшн, то есть поиск концепции, идеи, и я думаю, что лайфопс, то есть оперирование, работать комьюнити, оперирование игрой, развитие ивентов там, развитие игры. Если позвонить вашим бывшим сотрудникам или партнерам, что они о вас скажут? Могут сказать все, что угодно, я был очень разным человеком. Какая часть разработки игр ваша сильная страна? Люди. Потому что я уже давно не разрабатываю сами игры. То есть находить людей, которые разрабатывают игры? Стараться их мотивировать, стараться обеспечить им условия, чтобы они не задумывались о каких-то проблемах, а просто делали свое любимое дело. Вы больше менеджер или креатор? Вот обычным менеджерам регулярно мне быть тяжело. Во-первых, все медленно, я уже говорил. А кризис-менеджером мне нравится быть, и креативщиком мне тоже нравится быть. Хочется думать, что я отношусь к ним. Вы больше менеджер или креатор? Интегратор. Интегратор. Да, это совместить менеджера, креатора, чтобы они смогли договориться. У них очень разные языки. У менеджера, креатора, они зачастую, нет, они не поймут друг друга. А вот постараться успокоить сначала обоих, а потом примирить, и потом поговорить. Да. Создатель самоката Вячеслав Бочаров такую хорошую фразу сказал про своего партнера. Один должен быть псих, а другой зануда. Кто у вас кто? Сейчас я должен взломатить волосы и убежать в стену. Это ответ? Да. Я зануда, Боря псих. Если в такой терминологии, тут все просто. А есть что-то, что бесит вас в вашем партнере? Нет. Мы научились... Просто так... Мы научились... Я просто... Бывало такое. Бывало такое. Я... Он мне буквально вчера написал, что иногда мне хочется тебя задушить. Надеюсь, это взаимно. Я ему вчера ночью это написал. То, что он другой. У него другая нейросеть. Он... Ну, он по-другому устроен. Он гораздо более быстрый. Принимает решения. Зачем-то помнит кучу бесполезных, на мой взгляд, вещей. Готов их рассказывать. Я обычно в этом не вижу никакого смысла. Вот. И я, как настоящий мазохист, люблю как раз эти страдания. Потому что они позволяют мне... Ну, мне стать лучше, как я это вижу. в моем понимании лучше. Потому что никто не знает, что для кого лучше. Но вот как я вижу свое лучше, он, по сути, помогает увидеть либо активным действием, либо пассивным, там, ну, в виде зеркала, когда ты сам что-то осознаешь. Либо напрямую сказать, а тебе не кажется, что здесь вот это... Ну, там, ну, ты сам поразмышляй, но что-то такая оттенка. А какое качество есть у него, а нет у вас? Терпение. Он очень, очень терпеливый. У него огромная сила воли. И у... Ну, вот... У меня вот этого нет ни того, ни другого. На кого из популярных персонажей похож ваш партнер? Из популярных персонажей? Ну, какого-то, да. Он похож на актера Егора Бероева, который играл в турецком «Гамбите». Три книги, которые на вас повлияли как на предпринимателя и человека? «Принципы» Рэй, Далио, «Думай медленно, решай быстро» Тэниел, Каннеман и книга Юваль Ной Харари. Их две. Сейчас 21 век, по-моему. Обе, обе книги Юваль Ной Харари о том, как, чего нас ждет в будущем. «Как работать вдвоем и не поругаться?» Ну, это невозможно. То есть надо, вот как вот в предыдущей концепции, надо просто понимать, что какой-то процент конфликтов будет. Будут и конструктивные, и эмоциональные конфликты. Их нужно различать, и нужно стараться перевести из эмоционального в конструктивный конфликт. Потому что в таком споре истина может найтись в конструктивном конфликте. Поэтому мы все будут ругаться. Мы разные люди, это нормально. «Как работать вдвоем и не поругаться?» «Уважать друг друга, договориться о том, что всегда будем договариваться, чтобы не происходило. Все, этого достаточно». «Кто у вас главнее, вы или он?» «Нет такого». «Мы две головы, которые регулярно советуются друг с другом и помогают и калибровать решения, и там, чтобы не сносило на поворотах. И это удивительно, но у нас часто бывает разное мнение, и мы в итоге договариваемся. Тут как бы без внутреннего равенства, партнерства и уважения это просто невозможно, потому что в какой-то момент кто-то придет и скажет «Нет, знаешь, я тут главный». Ну вот, короче, мое последнее решение. Еще Стив Джобс говорил, будем, когда его спросили, а что будет, если мы не договоримся? Будем договариваться, пока не договоримся. Сколько денег нужно, чтобы никогда больше не работать, и есть ли у вас столько? Да. Нет. Так все-таки да или нет? Для каких-то людей невозможно заместить работу деньгами, взять того же Уоррена Баффета. Я думаю, у него достаточно, но он не может не работать. Меня, например, смущает тот факт, что после выхода на пенсию люди просто иссушаются или отдают концы. То есть взаимосвязи с деньгами нет? Нет. Просто как-то работа должна быть интересной, как и жизнь. Мы считаем, что наша работа это и есть наша жизнь. Это очень сильно связанные вещи. Если переформулировать этот вопрос так, а сколько денег вообще нужно? Я редко задумывался о деньгах в этом контексте. Когда-то мне стала интересна тема финансовой независимости, но я отвечу на этот вопрос с точки зрения логики, алгоритмов и рационализма, чтобы пассивный доход перекрывал расход. Столкнулся со сложным исполнением. чтобы пассивный доход? Да, какой-то пассивный доход, чтобы он перекрывал, и чтобы можно было, например, не работать за деньги, а работать в свое удовольствие. Но я в какой-то момент понял, что это просто еще один очередной алгоритм для меня, какое-то правило. Удалось построить вот этот пассивный доход? Я, как и все люди, очень сильно в марте 2020 года естественно заинтересовался инвестициями, но до этого. До этого момента. А вы не смотрели, кстати, у нас Шурика Гапитова, который рассказывал про клуб миллионеров, где все люди очень тревожные, потому что теперь, заработав деньги, очень сильно озабочены тем, как их не потерять. Да, вот у этих как раз людей, я многих прекрасно знаю. А вы к ним относитесь? Я не имею в виду к клубу, а к человеку, которому нужно думать о том, чего не потерять. Тут дело не в потере, а просто чтобы все было рационально и, на мой взгляд, правильно. Чтобы доходы превышали расходы. Причем это не важно, не важны цифры. Просто мне проще жить каким-то системам, алгоритмам, структурам, я просто себе какие-то правила... Бауманка, бауманка. У вас в каком-то интервью была смешная фраза, когда-то у меня была попасть, была цель попасть в журнал Forbes, попал, мечта идет и исполнилась. Ну да, да, действительно, я попал в журнал Forbes. А после того, как вы попали, и мечта исполнилась, какая теперь? Ну да, такая была мечта попасть в Forbes до какого-то момента, по-моему, до, может быть, 2013 года каждый ребенок о чем-то мечтает. До какого-то момента я мечтал подъехать к своему университету на крутой, ну какой-то крутой, на мой взгляд, машине. Удалось? Не тогда, когда появилась крутая машина, это почему-то мне перестало быть интересно. В какой-то момент была мечта, да. Это очень классно, быть российским предпринимателем. И тут я туда попадаю. Целая тема какая-то есть про когнитивные искажения. Да, это моя любимая тема. Когнитивные искажения. Это тоже история связана с Борисом, ну как большая часть, ну какая-то большая часть нашей с ним жизни. В какой-то момент он мне дал книгу, она называлась «Осознание» Энтони Димелло. И сказал, на ее прочитай, и мир больше не будет прежде. Я, тьфу тебе, что ты мне тут затираешь? Какая-то книга, изменение сознания, ага. Я прочитал, и по сути там было написано про рефлексию, про то, что надо, ну, желательно думать, как я это воспринял, что надо думать о том, что ты думаешь. Вот. И с того момента я освоил азы рекурсивной рефлексии, это когда ты думаешь о том, что ты думаешь о том, что ты думаешь о том, что ты думаешь. И, в общем, вот эту тупиковую рефлексию, это очень часто вводит в ступор. Иногда я ощущаю себя булидановым ослом, который не может выбрать сток сена одинаковый, ну, потому что надо какое-то решение принять, а вдруг, вдруг, вдруг что-то мне, эмоции какие-то влияют, надо тогда их отключить, что-то сделать. Но вы не можете совсем, мне кажется, дойти до вот точки абсолютно совершенного принимателя решения. Вы же человек. Да, я человек, причем, сколько бы я ни медитировал, я все равно эмоциональный человек. Но есть какие-то базовые, базовые понятия, которые пришли из медитации, достаточно просто, ну, в какой-то момент подумать, почему вызвано такое твое состояние через какой-то промежуток времени и осознать, что, ну, там нет ничего в нем критичного, и на самом деле это такой акт самоуспокоения. То же самое с когнитивными искажениями, только с точки зрения, ну, рациональной какой-то логики. Ты думаешь, так, почему я принял сейчас такое решение? Оно точно, там, валидно, адекватно. Например, там, искажение, подтверждение, подтверждение выбора. Когда ты видишь одну только, не знаю, там, Кио Соренто на дорогах, ты начинаешь думать, что кругом только один автомобиль. Вот. И в какой-то момент важно это словить. Ну, и ищешь себе подтверждение еще. Да, еще и ищешь подтверждение. В какой-то момент важно это словить и поразмышлять еще. Ваша любимая игра? Транспорт Тайкон Делюкс. Где-то 96-го, по-моему, года. Стратегия, где надо строить железнодорожную сеть. школьная игра. Я в нее до сих пор играю. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова